Я готов и записываю. Кто вы, что случилось? Меня зовут Панкова Елена. Я мама Панкова Романа, двухлетнего мальчика, которого сбили 28 апреля. Живу в городе Бельце по улице Плопилор 27. Произошло ДТП. Автобус марки Мерседес с госномером БЛГЛ 638 сбил моего ребенка. Я вызвала скорую помощь. Когда услышала плач ребенка, я выбежала на улицу и посмотрела, ребенок окровавленный был. Какая-то женщина его держала на руках. Я вызвала быстро скорую помощь по номеру 112 и приехала и скорая и милиция. Но когда я вышла на дорогу, не было автобуса, ничего не было. Я поняла только то, что это сбило автобус. То, что у этого женщины были билетики в руках. Я поняла, что это контролер. И я спросила, что случилось. Она говорит, что мы сбили ребенка. Вот. Но на тот момент автобуса не было, который сбил ребенка. Нас забрали в больницу. Когда я была в скорой помощи, я слышала, как полицейский по имени Сергей ругался с хозяином, потому что, оказывается, это контролер, это жена хозяина, чьи это маршруты. И полицейский ругался с этим хозяином. Где автобус? Почему он уехал? Он сказал, я не знаю. Я только подъехала, я ничего не знаю. И я с ребенком уехала. Мы были уже в больнице. За все время, которое мы были в больнице, водитель ни разу не позвонил, не узнал, не поинтересовался, как этот ребенок. Единственное, что приходил полицейский в тот же день, вечером, и я написала объяснительную, где была во время, когда это все случилось. И он сказал, что вообще водитель молодец, что он только сбил ребенка, но только задел, но не насмерть. Так сказал полицейский? Да, что не насмерть, а только задел, потому что, понимаете, там вообще такое могло быть. Это вообще молодец водитель, что он успел затормозить. Я сказала, какой он молодец, если он скрылся с места происшествия, и даже не был там, я даже не видела ни автобуса, ни водителя. Единственное, что я видела женщину, и то я уже подняла только по билетикам, что это зимой маршрут, что это контролер. Тогда он дал понять, что я должна успокоиться, иначе дело развернут против меня, как халатное отношение к ребенку. После того, когда я вышла уже из больницы, это было в субботу, 2 мая, и мой адвокат позвонил полицейскому для того, чтобы узнать, на какой стадии идет расследование. И он сказал, что я жду, когда они выйдут из больницы. Он сказал, что они уже вышли из больницы, они из дома. Тогда полицейский позвонил, сказал, что нужно, я так понял, вы нанялись частного сыщика. Я сказала, нет, у меня адвокат. Ясно, я сейчас к вам приеду. Я говорю, хорошо, приезжайте. И он направил нас, чтобы мы прошли судный эксперт с ребенком, вот это все. Потом через пару дней он меня вызвал участок и сказал, значит так, давайте я не буду заводить дело против вас, я не буду заводить дело против водителя. Вы договариваетесь с водителем, чтобы было все хорошо, и все закрыли. Водитель вообще молодец, он старался, он вот это все, чтобы вырулить. Я сказала, как он старался, как, если он покинул место происшествия. Он даже ни разу не поинтересовался. Как он вообще мог сей за руль ехать дальше. Он сказал, что, я вам еще раз говорю, либо вы успокаиваетесь, либо я поворачиваю дело против вас. У вас будет халатное отношение с ребенком, у вас будет, что вы не справляетесь с родительскими обязанностями и штраф 2500 лет. А как получилось, что ребенок был на улице? А так получилось, что от моего первого брака муж приехал к дочери нашей совместной, Валюше, ей 15 лет. И он ей позвонил, чтобы она вышла к нему. Она вышла к нему, поговорила с ними, собралась, говорит, мама, я уезжаю сейчас с папой. А я только с работы пришла, потому что я сейчас заезжаю в декретном отпуске, но во время декрета я подрабатываю, по-любому работаю. И я пришла с работы и вмесила тесто, чтобы сделать выпечку для семьи. И в это время, пока дочка взяла куртку и хотела, уже обивалась, ребенок выскочил на улицу, потому что муж, бывший муж, припарковался с противоположной стороны. Так что нужно было перебежать дорогу. И он увидел его и кричит, дядя, и бежит к нему. И как раз ехала эта семерка. Вот, и так получилось. Значит, ребенок был с дочерью и с бывшим мужем? Он бежал к бывшему мужу. Ну да, понятно. Бойший муж был в машине. Вы не оставили его одним? Нет, мы не оставили. Он был в доме вместе со мной с дочерью. Двери у нас были закрыты. И что вы требуете сейчас, чтобы водителя судили? Я хочу, чтобы водителя наказали по закону. Я хочу, чтобы он возместил тот материальный ущерб, который ребенку нужно лечить. А что с ребенком? А какого состояния ребенка? Ребенка после ДТП у него внутричерепное давление. Он нервный. Он беспокойно спит. Его нужно лечить. Когда мы вышли из больницы, нам выдали в рецепт, мы купили лекарства. Я ему сказала, я уже купила на 750 лекарства. Плюс это только начало. Нам нужно дальше лечить ребенка. Тем более внутричерепное давление, оно не лечится так быстро. Значит, не очень травматическое или как? Не ушибло, не сломало ему ничего. Только ударили. Да. Да, перелома не было. Было только систречение мозга. Он ударился. Тобус его ударил. Он отлетел и ударился уже в бордюр. Понятно, да. И вот. Плюс, что еще? Я запросила. Потом, когда мы уже были в полиции, и они сказали, если вы не договорились, все, я вас предупреждал. Так, идемте, я за умноваться. Водитель, он говорит, я составляю протокол, вы платите 2000 лей, а вы платите 2500 лей. Это мне. Значит, ему протокол и вам протокол? Да. Какой протокол за 2000 лей ему? Что он сделал? Нарушил права какие-то, да? Правонарушение? Да, он сказал только то, что он скрылся с места преступления. Это тоже уголовная. За это тоже уголовная ответственность есть. Понятно. Дело в том, что он мне полицейский сказал, вы стойте на улице, а водителя позвал к себе, и там он в кабинете с ним решал, что решал, и оттуда вышли они оба, и у него в руках была, там, были бумаги какие-то там, и он говорит, вот так им и машет, и говорит, вот у меня есть, и я ему заставил протокол, и он, вот так, а если вам что-то не нравится, идите обжалуйте в суде. Но ни решение мне на руки не дал, ничего. А протокол на вас? Я тоже, нет, я тоже ничего не подписывала. А это было все несколько дней назад, да, или когда? Или тогда, в начале мая? Да, это было в начале мая где-то так, чтобы... И с тех пор ничего не получили, ни документов, ничего, да? Нет, единственное... А обращались в прокуратуру? Дело в том, что потом буквально через... он сказал, что я передаю дело участковому, и вы будете платить штрафа участкового. Через некоторое время участковый меня вызвал к себе. И я пришла к нему, и он сказал, что... Значит так, мне дали проделать это дело, дали на вас, и сказали завести на вас протокол, то, что вы не соответствуете, не справитесь с родительскими обязанностями, халатное отношение к ребенку, и чтобы вы... я вас оштрафовала на 2,5 тысячи лей. Но я внимательно изучил дело, и я не вижу здесь никакого нарушения. Это просто несчастный случай, что ребенок выберет, вашей вины здесь нет. Я состанился соцорганами, потому что они тоже были у меня. И я тоже поинтересовалась насчет вас, и у них тоже претензий нет. Поэтому я с вами просто провожу беседу, следить будьте повнимательней, и все. Штрафа не будет, и... Тогда я сказала ему, что... А можно, пожалуйста, мне имя, фамилию водителя и полицейского, тот, который вел дело? Он говорит, вы хотите дело, чтобы я вам сделала копию? Я говорю, да, я хочу. Нужно написать заявление, чтобы было как положено по закону. Я говорю, хорошо. Написали заявление, я отнесла в участие, зарегистрировали. Через пару дней мне позвонили и выдали копию документов на руках. Дело в том, что в этом деле есть фотографии, что водитель остановился прямо у калитки. И показывают точечкой, где стоит ребенок. Получается, что он... И там показывает размер 1,30 сантиметра, мол, 30 метров, что он уехал. Короче, получается, что он вообще его только толкнул и стоит на месте. Хотя на самом деле он уехал, скрылся с места происшествия. А свидетели же были, ваш бывший муж, там пассажиры в автобусе, наверное, люди на улице. Он не взял показания. Он взял только одно свидетельство у донной Емилии, который написал и то. Я хочу поговорить еще и с ней, чтобы узнать, чтобы она рассказала, как было сведение с теми показаниями, которые здесь есть. Потому что в само объяснение водителя он пишет, что я ехал так и так, я сбил, я резко затормозил. Тормозной путь 1,30 сантиметра не было вообще. Не было тормозного пути вообще. И он напишет, что я дождался скорой, милицию, потом я уехал, выгрузил людей в центре и потом я вернулся. А это все неправда. И плюс у меня есть показания свидетелей, которых я разговариваю по телефону. Они рассказывают, как все, что было. И они говорят, нет, водитель даже не видел ребенка. Он остановился где-то 8-10 метров после того, как сбил ребенка. И то из-за того, что кричали впереди и махали руками, чтобы он остановился. А потом все-таки люди говорят, что он уехал, да, после этого? Я когда вышла, водителя уже не было. А скорая приехала уже позже. И есть два свидетеля. Один из них, это мой бывший муж, он говорит, водитель подошел, видит, что я стою с машиной. И он говорит мне, что ты здесь стоишь, что ты смотришь. Он говорит, я вообще-то своей дочери приехал. Уезжай отсюда. И вот так. Именно это и есть звукозапись. Если нужно, я сделаю и видеозапись, чтобы они это сказали все на камеру. Потому что я спросила, если придет дело до суда, вы согласны приехать в суд, подтвердить все? Он говорит, они говорят, да, мы согласны. И этот парень, который был с ним в машине, его напарник, и мой муж. Плюс еще был таксист, который, оказывается, когда это все случилось, он на нашей улице брал заказ. И вы узнали имя того полицейского, Серджио, и как еще? Фамилия? Я фамилию, нужно посмотреть. Но есть у вас, да? Хорошо. Я думаю, вы должны жаловаться на него в прокуратуру. И в полиции, в Майи тоже, в Министерство внутренних дел. Там есть служба внутренней безопасности. Может быть, там дело и до коррупции дошло, ЧНЯ, или как называется. Да, это уже было понятно, потому что, если он мне прямо угрожал, чтобы я успокоилась, это уже было понятно, что он был проплачен. Понятно. Потому что я ему сказала, что представьте себе на месте моего ребенка. А потому что, когда я говорила, почему автобус уехал, а он правильно, что он уехал? Как правильно, если по закону он не имел права уехать? А вы понимаете, а там же в автобусе были люди, а вы смешались все свидетели. Так смешались, если как раз те люди в автобусе и были свидетели. Я вашу жалобу записал на видео. Если позволите, могу публиковать, чтобы делать прессинг, общественный прессинг на полицию и на прокуратуру, чтобы сделали все по закону. Хорошо, что ваш участковый не оштрафовал вас. Хорошо, что только авертизарий сделал. Но дальше нужно действовать по закону. Наверное, ваш адвокат знает. Если нет, наймите другого, другую адвокатшую. И давайте дальше. Я могу вам помочь только так. Интервью, видео, дайте записи, публикуем. И сделаем прессинг через прессу. Может, пресса интересуется, если позволите, я дам ваш номер, чтобы вам звонили. Да, да, я согласна. Потому что я хочу, чтобы было все по справедливости. Чтобы тот, кто виноват, был наказан. Они просто... Полиция прикрывала беззаконие, и все дальше ехали. Это обидно то, что этот водитель, как ни в чем, не бывало дальше работать на автобусе. Когда я ему сказала, что вот так и так, вот с ребенком, заплатите мне на лечение, я вас оставляю в покое. А он, говорит, достает 200 лей и говорит, хочешь, бери, хочешь, до свидания. Я говорю, ясно, все понятно. Значит, вы хотите только денег от него, а не чтобы сидел или сняли его с маршрута. Я хочу, чтобы было все, как положено по закону. Чтобы он компенсировал мне затраты, которые я потратила. Плюс еще дал ребенку на лечение. Ну и плюс то, что по закону. Значит, 200 лей мало. Как без тебя ребенка лечить, что он не больный и что ли? Понятно. И поэтому я сказала, если вы такие, значит, вы имели откуда дать полицейскому, чтобы он закрыл вам дело. А ребенку на лечение вы не можете дать. И поэтому, если не хочет так по-человечески, то пускай будет так. Я думаю, что в этом случае нужны уголовные дела и на его имя, и на полицейского того Сережу. Я так и хочу, чтобы было и на полицейского, и на него. Для того, чтобы полиция действительно защищала закон, а не нарушала его. Понятно. И дальше мне дать эти видео, дальше мне этот, я хочу пообщаться с этим свидетелем Емилией, тоже сделать запись, чтобы узнать те слова, которые написал полицейский, те, которые она говорила, соответствуют ли они. Читала ли она то, что он протоколировал или нет? Прошло меньше месяца. Я думаю, что это дело еще не закрыто. Еще можно обращаться в прокуратуру. Так что дерзайте и не оставляйте так. Пусть расследуют как надо, и пусть займутся этим и полиция, Министерство внутренних дел, и прокуратура, и даже ЧНИА, если там дело о коррупции. Да, да. Я тоже надеюсь, что это важно. Спасибо за доверие, да. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания.